В сторону поля Набирает обороты чемпионат Суперлиги Днепропетровской области. Такого сильного по подбору участников турниров в нашем регионе не было уже давно. Это как раз тот случай, когда смело можно говорить, качество перешло в количество. 5 лет назад высшая лига чемпионата области перефортировалась в Суперлигу. И в Суперлиге 13 команд еще ни разу не было. Многие команды переросли уровень Перволиги. В прошлом году мы это видели. И благодаря предсезонным турнирам, турниру памяти Белого и турниру памяти Кудрицкого, мы пришли к тому, что эти команды уже взяли 3 недели назад старт в Суперлиге области. Много интересных команд новых впервые пробуют свои силы высшей лиги. Но, как показали результаты первых трех туров, они здесь явно не потеряются. Одним из таких новичков в Суперлиге стала Днепровская команда «Легионер». Для нашего региона это просто уникальный проект, у которого есть серьезные амбиции и перспективы. Мы с мужем очень сильно любим футбол. И мой муж, он профессиональный футболист. Он играл раньше у себя в Гане. Он из Ганы, в Арабских Эмиратах играл. И он, когда приехал сюда, в Украину, студентом был. И он создал студенческую команду из Ганы, из своих друзей. И они просто играли сразу с другими странами, с ребятами. И возникла такая идея, очень много сильных игроков с Африки. Ребят, которые очень сильно любят футбол. Но у них нет возможности играть здесь, в Украине, даже на аматорском уровне. И у нас пришла такая идея создать такой клуб, там, где они могли свободно играть. Сначала это были Ганы, потом начали добавляться другие страны. Мы просто ходили, смотрели игры, которые они между собой играли. И отобрали лучших игроков. Потом к нам начали присоединяться украинцы. То есть наш клуб, он открыт для всех. Мы больше, чем команда, мы больше, чем футбольный клуб, мы семья. У нас идеология клуба, это дать шанс любому человеку, футболисту, кто хочет попробовать себя в футболе, кто хочет раскрыться. Кому-то где-то не дали возможности раскрыться. Мы готовы принять всех, если человек готов работать, доказывать на поле. Многие ребята, особенно там Ганы и другие страны, они христиане, они верят в Бога, в такого же, как и мы, в Иисуса Христа. И они, этот танец изначально, это как настроенную игру для единства команды. Они благодарят Бога за этот день, за эту игру, что Бог дал им силы для победы. И они просто благодарят Бога и прославляют его вот таким танцем, такими песнями. Создаем в команде такую атмосферу, чтобы была атмосфера принятия, прощения, любви. Это очень тяжело, но мы хотим, чтобы футбол был таким. Не злым, конкурентным. Понятно, это конкуренция. Но мы хотим, чтобы футбол, он был такой маленький мир, как жизнь. Вот настоящий, искренний, со своими какими-то проблемами, но мы все равно с них, как семья, выйдем всегда, найдем решение. Мы сотрудничаем с академиями из африканских стран – Ганы, Нигерии, Анголы. Созваниваемся с тренерами. Они нам рекомендуют определенных футболистов, на которых мы уже и оформляем документы, чтобы футболист приехал в Украину, и мы его тут зарегистрировали. После этого он может выступать в нашей команде. А вообще у нас много студентов, которые представляют университеты имени Нобеля, Металлургическую академию и другие вузы Днепра. Сейчас мы играем на уровне областной суперлиги, но со временем хотим стать профессиональным клубом. Честно сказать, немного непривычно, странно. Ну, ребята хорошие, поддерживают, помогают. Все хорошо, мы стараемся. Они помогают нам, находим общий язык, пытаемся друг другу что-то объяснить. С языком, конечно, немножко пока проблемки у нас. Ну, а так по них помогают, да, все хорошо у нас. По поводу команды «Легионер» это вообще, можно сказать, фишка нашей области, нашего футбола не только областного, но и всеукраинского. Нет ни одной команды у нас в Украине наподобие «Легионера». Это дебютант, это что-то новое. И команда «Легионер» доказывает на футбольном поле, что они будут сражаться на уровне со всеми и бороться за самые высокие места в чемпионате. Пообщавшись недавно с директором команды, с главным тренером команды, планы амбициозные. Дальше в этом году они планируют заявляться в аматорский чемпионат Украины, что для нас большой плюс. С нашей области, опять же, в этом году будет минимум 4-5 команд принимать участие в аматорском чемпионате Украины. Значит, мы это все делаем не зря, мы движемся вперед, и областной футбол выходит все на более высокий уровень. Мы играем на таком уровне первый раз, у нас футболисты на таком уровне еще не играли. Наша задача максимально хорошо себя показать, и в конце сезона давайте уже посмотрим, где мы будем. Будем выкладываться в каждой игре на максимум. В третьем туре Суперлиги легионер на Олимпийских резервах принимал бронзового призера минувшего чемпионата Криворожескую Лазоватку, которая пока провела только один матч, уступив в дерби Дружбе. К слову, Дружба последней была принята в ряды Суперлиги. Эта команда всем известна как представительница Херсонской области в аматорском чемпионате страны, но вот теперь она официально перешла в чемпионат Днепропетровщины. Команда Дружба, хотелось бы отметить, уже можно смело говорить, команда Дружба город Криворог вернулась в родные стены в Днепропетровскую область, из Херсонской области. Долгий был процесс перерегистрации, долгий был процесс перевода команды из Херсонской области в Днепропетровскую. И вот буквально 4 дня назад Дружба стартовала. Стартовала в Суперлиги Днепропетровской области, полноценно уже называясь Дружба город Криворог. Поединок легионер Лазоватко прошел в очень увлекательной борьбе. Днепровские легионеры играли в комбинационный техничный футбол, в то время как Криворожане в первую очередь делали упор на физику. Поэтому было немало моментов, когда игрок легионера обыграл пару соперников, но натыкался на очередного оппонента и оказывался на газоне. При этом арбитр далеко не всегда в этом видел нарушение правил. Что и говорить, африканским ребятам нужно будет немало времени, чтобы привыкнуть к украинскому футболу. В середине поля у хозяев выделялась мощная фигура капитана команды, 10 номера Микаэла Алхасана Салдата, который по манере игры и внешним данным чем-то напоминал Александра Рыкуна. Но главным героем первого тайма стал не он, а форвард легионера Гамбитс Балдайора, которого в команде называют просто Чалли. Именно он заключительные 10 минут перед перерывом дважды убегал от защитников Криворожан и оба раза прекрасно использовал свои шансы, увлекая в победном танце немаленькую африканскую диаспору Торсиду на трибунах Олимпийских кризисов. Я действительно очень счастлив. Мы много работали на тренировках, а также за пределами футбольного поля. И вот сейчас мы видим этот результат. Так что этот успех абсолютно не случайен. Мы его заслужили нашими стараниями. Но для того, чтобы довести матч до победы, легионеру нужно было еще выдержать целый второй тайм. А это было ой как непросто. Пару раз команду выручал Дэни Самуэль Аквеси. И только когда арбитр встречи назначил пенальти в ворота легионера, он был бессилен помочь своей команде после удара Константина Щербакова. Минимальный счет 2-1 держался до 85-й минуты игры. За это время было немало острых ситуаций у ворот обеих команд. И в итоге удача улыбнулась хозяевам. Умберто Симбаб точно пробил в нижний угол с линии штрафной площади. Впрочем, апогея игра достигла, когда в ворота легионера был назначен второй пенальти. Но теперь Дэни Самуэль Аквеси взял реванш у Константина Щербакова. В итоге 3-1. Легионер одерживает свою первую в истории победу на уровне областной суперлиги. На самом деле победа далась нелегко. Мы работаем в поте лица. На самом деле действительно очень тяжело. Но мы стараемся. У нас вот первая такая игра, которая с удачным результатом очень приятная. Первый раз выиграли в суперлиге. Но нет какой-то эйфории, потому что это только начало сезона. В дальнейшем, я думаю, у нас еще будут хорошие игры. И будем двигаться дальше. Игра была сложная. Хорошо, что все получилось, что хотелось. Игра сложилась, как мы хотели. Ну, соперник тоже бодался. Но удача была на нашей стороне. Там не забитые пенальти. Удача нам улыбнулась сегодня. Удача нам улыбнулась.